Сегодня очень модное и популярное слово бренд, но... Особистый бренд Да, но мало кто знает в тонкостях и в деталях, что такое на самом деле бренд и как его создавать, в конце концов Да, и можно ли создать успешный бизнес, проект без бренда, без брендирования Я знаю, что неможливо Ну ты ответила на наш вопрос, можем заканчивать эфир Так, нет, 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 на самом деле нет Потому что я запросила эксперта с брендувания, который расскажет, почему это неможливо Почему это так важно на сегодняшний день будивать качественно свой свой бренд, особистый бренд А в том числе компании бренд Это Сергей Глушенко, и ты сможешь с ним поспілкуваться С радостью пообщаюсь, Сергей Глушенко, эксперт в теме брендингу Закінчив Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, факультет филологии и лондонскую школу бизнеса и финансов Специальность маркетинг З 2010 по 2014 роки був першим заступником Министра молоди и спорта Украины Мает 25-ти речный досвід управления бизнес-проектами Проводит тренинги для кооперативных клиентов, для групп властников бизнеса и персональный коучинг Эксперт с брендингу, тренер с особистительного взрослого и управления бизнесом Доброе утро, Сергей! Спасибо, что к нам пожаловали Первый традиционный вопрос Самое памятное утро в вашей жизни Доброе утро! И я, понимаете, мог бы, конечно, рассказать про мои тайские утра Или индонезийские, балийские утра Или тосканское утро на невероятной вилле Но расскажу честно Самое удивительное утро Пару лет назад И я себя с супругой вбрасываю в такие испытания Мы провели недельку в Ворзале В пансионате Для очень бедных В программе, которая, на самом деле Для отчаянных и смелых людей Для тех, кто хочет выйти за рамки Из зоны комфорта Из себя прежнего Потому что я верю в то, что Достигать новых результатов Мы можем лишь становясь новыми А, оставаясь прежними, будем обречены на прежние результаты Одним словом, это была такая трансформационная программа Причем каждый день неожиданный Новый И я однажды должен был разбудить всех Причем комнаты по шесть человек Поверьте мне Не просто жить с пятью храпящими мужиками Но при этом через пару дней Это уже друзья и братство Я должен был разбудить всех звоном колокольчиков в пять утра В пять утра Но для того, чтобы не проспать Я должен был проснуться за 20 минут А потом, когда разбудил всех Убедился Все встали и пошли на улицу А это ноябрь Конец ноября Снег Первый снег Обливаюсь из ведра ледяной водой Без одежды Кувыркаюсь в снегу Обтираюсь Захожу Все только продирают очи А я первый И разбудил всю банду в пятьдесят человек Самое запоминающееся утро Потрясающе Но я думаю, никто нам об этом еще подобном не рассказывал Ну вот я на это рассчитывал И, конечно, заинтересовали А, принцип брендинга Be different or die Отличайся или умри Я его исповедую И вы решили съездить в Ворзель вместо Очередной раз Тосканы Чтобы отличаться еще больше Были возможности, поверьте, да Но я выбираю непростые пути Да И тогда становясь новым Добиваешься Да, и мы заговорили о брендинге И тогда первый, самый простой, прямой вопрос Что такое бренд? Вот максимально простым языком для наших зрителей Окей Бренд вообще в переводе со староскандинавского Бранде Это огонь И для меня это абсолютная суть бренда Страсть Огонь Если ты не страстен сам Ты не в состоянии рождать бренды Ну вот мой 25 с лишним летний опыт в брендинге Это подтверждает А вообще на самом деле сегодня бренд В эпоху сверхпредложения Отсутствие дефицита продуктов или услуг Да? Алый океан Сверхконкурентный океан Это некое облако ощущений Которое у меня И у вас Как у клиента Рецепиента Сообщение Вот бренда Рождается И рождает желание Обнять И плакать И никогда не расставаться Это называется лояльность Это высшая стадия развития бренда От узнавания К симпатии К предпочтению И лишь затем К лояльности Я выбрал мой бренд И я никогда не изменю ему С любым другим брендом Это как про любовь Как про отношения мужчины и женщины То есть бренд это не просто красивый логотип Какое-то глубокое, емкое, хлесткое название Это определенные образы И воспитание внутри себя определенного чувства Что хочу именно этот продукт И эту услугу Правильно? Я практически с этих слов начинаю Свои мастер-классы Которые называются Зачатие бренда Не зря я посетил 22 ваших мастер-класса Это точно не про логотип и нейм Это следствие, это одежка По одежке встречают, да Но потом предъяви Кто же ты на самом деле такой Вот я про это Про ядро, суть бренда Ты кто такой? Хорошо, но все-таки Может ли быть проект успешен без бренда? Да, есть определенные проекты Предполагающие отсутствие даже торговой марки Производство чего-либо, что в вашем единственном монопольном владении, например Если вы монополист, зачем вам бренд? Или если вы работаете в дисконтной категории То есть вы там боретесь с подобными производителями чего-либо Лишь по цене У меня самая дешевая картошка У меня самая дешевая картошка Но это тоска Для меня это тоска Понимаете, мы там боремся Только лишь за снижение себестоимости А снижение себестоимости В продуктовой категории Это ведь про ухудшение качества Ну да Потому что по сути, да Мука в булочках Или мак в маковых конфетках Это главный ингредиент А значит главная статья расходов То есть сокращая или ухудшая качество мака Вы можете добиться лучшей, кавычу, цены, чем конкуренты По сути, более привлекательной, самой дешевой Дешевого позиционирования Я даже не хочу, чтобы меня ассоциировали с такими словами И вот тогда начинается территория добавленных ценностей И это про творчество, это про кайф Потому что бизнес для меня это про кайф и про деньги Но сразу видно, что вы наслаждаетесь, чем занимаетесь И это же рекомендую всем, кто приходит ко мне за обучением Перед нашим интервью мы общались о некоторых ваших первых проектах И хотелось бы и о них поговорить И в принципе о тех успешных брендах, которые вы создали Расскажите, пожалуйста Окей, в 93-м году я зашел в компанию «Тетропак» в Украине Это самое начало бизнеса, если честно, в постсоветском пространстве «Тетропак» — это лидер в мире в переработке и упаковке жидких пищевых продуктов Компания уже имела производство упаковочного материала в Украине, в Киеве Но не имела еще «Marketing and Sales Company» То есть продающие компании И вот искали двоих Двоих, троих на самом деле Но двоих взяли, не нашли третьего 300 претендентов И вот из 300 я и мой коллег заходим на развитие бизнеса «Тетропак» С 93-го по 98-й год я занимался развитием бизнеса на правой половине Украины От Сандора мой проект Компания, которая стартовала девятой Восьми достаточно Для такой большой, тогда еще большей страны, как Украина Более чем достаточно Это одинаковые металлические, прекрасные шведские нержавеющие заводы Одинаковый упаковочный материал Одинаковый концентрат Поверьте, это одинаковые соки Но уже восемь существует И вот мы стартуем девятыми с Сандоры Но правильная стратегия Правильные люди Страсть, горение Очень точные планы Не изменять себе Наслаждаться тем, чем занимаешься Любить покупателей, потребителей И 54% доля рынка За пару лет И проект, который стартовал с 1,8 миллиона долларов В 1995-м Через 11 лет был продан Пепси-Коле За 678 миллионов долларов Это одна из лучших сделок в мире вообще Будь первым Потому что второго уже не купят Понимаете? Пепси и Кока-Кола Они на самом деле лидеры в мире соков В мире соков Поэтому за такую интересную территорию Как Украина Они, конечно, поборолись И либо Пепси, либо Кока-Кола И ты из сильной позиции Будучи абсолютным лидером рынка С долей в 54% С лояльными покупателями, потребителями Отличная представленность Ты, конечно, в сильной позиции Диктуешь условия Сильная, проактивная позиция Это про бренд Это не про ведомая позиция Слабая позиция Дай лучшую цену Ну я попробую Это точно не про меня Там нет кайфа и там нет денег А какие бренды в украинском бизнесе Вам нравятся? И вы вот можете сказать Молодцы, хорошо поработали И узнаваемо, действительно, лояльно Относитесь к этим брендам Ну, во-первых, мне очень нравился И нравится до сих пор бренд Фанни Который создал я и мои коллеги Я в 98-м начал в качестве генерального директора Управлять проектом Павлоградский молочный комбинат Один из 168 молочных комбинатов в стране Ну все скучные У всех белые коровы У меня синяя корова У всех нормальное вымя У меня огромное вымя У всех буренка, галактон, баланс Скука и тоска Ягодинская А у меня фанни Фанни, забавная И она прикольная Нам не нужна была телевизионная реклама Мы прикалывали детей на улицах У всех целевая мамы Потому что все думают одинаково Но мы different Мы думаем иначе Мы выбираем деток в качестве целевой И делаем для них интересный продуктовый портфель Сырки с глазурью, сырки с джемом Сырки на печенюшках И это фанни корова Меховая, большая, смешная, прикольная С детьми играет на улицах Лежим на скорость Руки за спину С тарелок йогурты Призы нашей сырки Третья доля в тоннах Через полтора-два года И вторая доля в денежках Потому что у меня был самый дорогой килограмм Самый маржинальный килограмм Мы же молоко принимали все По одинаковой цене, вы догадываетесь, да? Ну да, да, да Но превращали в разные продукты Кто-то в банальную сметану и кефир Потому что нет фантазии, нет таланта А кто-то вот в такие сложные Сложные кавычу Относительно сложные продукты Потом фанни был продан, кстати, французскому же холдингу Лакталис Торговая марка президент И там скучные люди И они практически убили марку Но там некоторые мои ребята остались Потому что талантливых ребят брал Остались работать в Лакталис В управляющей компании И пару лет назад вернули Предложив бразильскому управляющему Лакталис Украина Фанни в одну категорию Ну потому что у них там были не очень хорошие выторги А у фанни точно есть лояльность покупателей Есть и детки, воспитанные фанни На симпатии, на лояльности к фанни Которые стали мамами или папами Понимаете? Они подросли и вот через 6 лет вернули фанни И в одной из категорий к 80 тоннам Которые продавали Лакталис под маркой президент Добавили 160 тонн Под маркой фанни Не откусили у себя Каннибализации не произошло Просто добавили еще 160 тонн Тогда бразилец удивился и сказал Окей, наверное, я тогда не понимаю Либо в украинцах, либо в брендинге Пускай остается То есть через 6 лет марка была жива Мне нравится Шостка Мой проект Потому что были все ноунейм сыры Одинаковые российские, пашхонские, эстонские 2006 год американский фонд NS Enterprise покупает завод в городе Шостка Ноунейм А точнее была марка Билли Берегей Ни вы, ни я ее не знали И не знаем до сих пор Я делаю Шостка Я одеваю в пленку Я выделяю на фоне остальных таких же сыров Ставлю корону Королева Всех сырьев И добавляю 15% к цене Люди увеличили выторги Потому что я им помог Я дал ценность добавленную Я облегчил выбор Это довольно сложно выбирать Из 12 пашхонских сыров Понимаете? Я перешел в другую целевую Я перешел в более высокую Средний плюс целевую А мне это нравится С этими людьми легче работать У них больше денег Они менее напряжены Относительно этой скидки в 3 копейки Понимаете? Я поэтому всех своих учеников Или компаний в консалтинге зову Слушайте, давайте-ка Попробуем пофантазировать Добавить ценностей Для наших покупателей Любимых клиентов Потому что они реально короли Они определяют Богаты ли мы Кайфуем ли мы от жизни Легко ли мы живем Или напряженно Ну абсолютно уникальные истории Успешных брендов И я полагаю Что некоторые зрители Могли заинтересоваться И решить для себя Что все-таки стоит И самим задуматься об этом И создать свой личный бренд Что самое главное В создании бренда? Абсолютно Личный бренд — это такая же данность И необходимость Я бы сказал С сегодняшних времен У меня сейчас в прокачке Личного бренда И теннисистка Одна из лучших юниорок в мире И стендап-комик Дама С циничным юмором Наташа Грибова Да, но если говорить И о услугах И о личном бренде Что самое главное В создании бренда? Вот с чего стоит начать? И на что стоит Особенно обратить внимание? Первое главное В бренде вообще И в брендинге Как в профессии Это ты кто такой? Ядро бренда Суть твоя Потому что Вот меня Неприятно удивляют Многочисленные тренинги На тему Мы знаем Где найти классного мужика Или где Подобрать себе Привлекательную жену Чтобы найти Классного мужика Нужно стать Классной женщиной Вот поэтому Я сначала говорю О сути Либо Обнаружим Давайте-ка Диагностируя Ваш личный Персональный проект Ваши удивительные Силы Некие таланты Дары Которыми вы Наверняка обладаете Три-пять Не нужно больше Они-то и станут Точками опоры Личного бренда Такие качества Которыми Ну вряд ли Обладают Ваши конкуренты И которые Возможно Прокачивать Всю жизнь Потому что Хорошая новость В том Что эти Три-пять сил Усиливая До бесконечности До конца До последнего вдоха Вы обеспечите Себе интересную Насыщенную жизнь Вы будете Точно Отличаться От конкурентов Вы будете Точно проживать Свою Жизнь Неподменную Чужую Как мама Посоветовала Или учительница В школе Свою Ту Для чего Вы рождены На самом деле Потому что у нас У каждого Есть предназначение Есть миссия Я знаю Что у вас И курс Есть Зачатие бренда Скорее всего И об этом Вы там говорите О чем еще Поведает нам Этот курс Зачатие бренда Это о сути брендинга И о моем Другом подходе К брендингу Потом конечно Об упаковке Конечно О логотипе Конечно О правилах Позиционирования И продвижения Брендов В соцсетях В том числе Конечно В ютюбе Конечно И в фейсбуке Но это потом Но сначала Стань Кем-то Особенным Ценным В глазах Твоей целевой Конечно Много говорим О конкурентах Потому что Не понимая Внешний мир Прямых конкурентов Конкурентов На удаленных рынках Эталонные проекты На которые Питер Друкер Великий Питер Друкер Советовал Смотреть на лучших Делать как они Смотреть на худших Не повторять их ошибки Конечно Мы Как завещал Великий Том Питерс Ставим Большую Наглую Волосатую цель Миссию Возможно Никогда Не будет Достигнута Наша Сверхцель Сверхзадача Большая Наглая Волосатая цель Но если даже на 30% В рамках этого вектора С этой путеводной звездой Мы будем двигаться По верному пути Окей Мы достигнем Гораздо большего Чем вращаясь Как щепка В проруби А так С 98% Людей Они не знают Кто они Они не сориентированы По миссии По путеводной звезде По маяку Вот и касательно этого Что вы посоветуете Нашим зрителям В первую очередь И здесь не только о брендинге А в общем О понимании своего места На этой земле Любить себя Разобраться в себе Слава богу Для этого существует Масса открытых источников Слушайте Существует масса Книжек хороших Которые я советую читать На мастер-классах И в коучинге В персональном Личном коучинге В том числе Разбудить в себе Творческий потенциал Творческий родничок Как я это называю Мои ученики Вместе со мной И тут в духовную армию Это такой кемп Прокачка Трансформационная программа В первую очередь Направленную на Рождение нового себя По всем четырем сферам Физическое тело Дух Душа И ментальное тело Ум Делать каждый день Определённые вещи Для того, чтобы Становиться новым Становясь новым Мы точно Достигаем новых результатов Ну вот например Книжка Джулии Кэмерон Путь художника Это то, что я рекомендую Она пока ещё есть В бумажном варианте В продаже Срочно покупать Срочно смотреть Что советует Джулия Жена Кэмерона Она сама создала Этот курс Двадцать с лишним лет назад Будучи в творческом кризисе Как писатель Сценарист И он годится для всех Для бизнесмена В первую очередь Потому что Бизнес это про творчество Это про нахождение Новых путей Неординарных решений Про кайф От каждого дня Спасибо большое За ваши советы Я думаю, что Наслаждение От каждого дня Это действительно та цель Которую должны Перед собой все ставить Я лично получил Наслаждение От общения с вами Спасибо за эту Увлекательную Познавательную Глубокую беседу Благодарен вам И я надеюсь Благодарны все наши зрители Я благодарен вам За приглашение За возможность Ещё больше Рассеять цвета Потому что Это моя миссия Спасибо большое У вас это хорошо получается Здорово Благодарю вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому